Значит, как происходит поддержка вот этого этапа? Нету стандартного подхода к этому. Есть возможные варианты, которые вот здесь в этой схеме показаны. Во-первых, в среднем мы можем сказать, что где-то 0,3% хитов мы получаем из HTS, экспериментальных хитов, да, с миллиона где-то положим, 3 тысячи мы получаем. Иногда мы ноль получали. У меня были такие проекты, когда ноль был, и я находил хиты с помощью скрининга. Я предлагал фармакофон, например, и находили слабые-слабые хиты. Кстати, надо помнить, что HTS экспериментальный дает измерения, во-первых, это измерения, которые не очень точные. Там по одной, по двум точкам только измерения. И там очень много, как мы говорим, false, неправильных хитов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть, помогает принять решение по этим хитам, насколько они являются более правдоподобными или нет. Далее, если мы верим, что это действительно правдоподобные хиты, и мы хотим их продолжить как серия, очень хорошее решение будет попробовать найти подобные соединения в базе данных, потому что мы расширяем тогда серию и дополняем серию, химическую серию, и их тоже предложить для повторного измерения, более аккуратного. То есть, у нас включаются расширенные серии. Ну, вот в таком плане можно работать с сортировкой этих хитов и предлагать их для повторного измерения обычных хитов. Теперь по поводу виртуального HTS, то есть, я говорю, это докинг, который очень быстрый докинг, который мы можем сделать, если у нас есть структура мишени. То это мы делаем не всегда, это делаем, ну, относительно редко, но мы можем это сделать, особенно, когда хиты не находятся, или когда у нас есть уже хорошая серия, мы хотим ее расширить. Вот, ну, были опубликованы примеры успехов, вот одна из публикаций 2008 года. Вы видите, это, конечно, не Pfizer, это другие компании, но вы видите, были случаи, когда находили очень активность в ней, 20 нано-моли, это уже очень активный, это никакой не хит, это уже почти лид по активности, но были очень плохие и слабые, ведь 100 микромоли, это просто неактивное соединение по нашим стандартам. Даже 17 микромоли, это не очень активное, но и 30 микромоли не очень активное. Но для публикации это было достаточно активное, люди публиковали это, вот, и, ну, что делать, так, так есть. Три с половиной моли, это вот как раз является хитом, это можно сказать, что слабое активное соединение. Микромоли является хитом, значит, не моли, а микромоли. Ну, вот эта история из публикации. Я не могу, конечно, вам представить результаты файтеровские, это у меня не получится, не разрешено. Значит, следующая стадия от хита к лиду, еще раз повторяю, это лекарство, которые, соединение, которое уже намного более активно. Мы говорим только про активность в данном случае, мы улучшаем активность, положим с одного, с лишним микромоля до наномолей. Обычно десятки или единицы наномоль это активное соединение, вот, для нас, это очень активное соединение. И, в целом, если мы имеем даже 500 наномоль, это уже соединение, с которым можно работать, улучшать его активность, но желательно, чтобы это было более активное соединение. И нам нужно создать серии, серии, дополнительные серии, или вот эту серию, которую мы получили с помощью хита, и ее расширить для того, чтобы построить более полное соотношение между структурой и свойствами, активностью в данном случае. Ну, методы, которые используются любые, может быть, легенд-бейс-драг-дизайн, струкча-бейс-драг-дизайн, обычно мы предлагали и предлагаем всякие сфокусированные комитетольные библиотеки, мы можем их инумерировать, сделать с помощью компьютеров, и мы строим локальные кисера-модели на этой стадии, для того, чтобы выбрать больше соединений и предложить их активность или какие-то другие свойства. Значит, пример. Пример этот не является примером компании, это пример Билла Джоргенсона опять, ну, просто, чтобы было представление, как это происходит. Вот есть соединение у него, которое он предлагал для, я думаю, что это HV, да, это SPEED, вот это соединение, которое неактивно, 5 микромоль, и он сделал очень дорогое, кстати, он делает обычное вычисление, мы так не делаем, такие экстенсивные, интенсивные вычисления, но он делал всякие замещения на эту молекулу, как, собственно, мы бы сделали тоже при оптимизации молекулы, и замещение связано с группами АР1 и АР2, значит, вот на этом фенильном кольце, и вот здесь вот замещал, и делал расчеты, собственно, а потом эти расчеты, потом делал экспериментальную работу. И он с помощью вот таких вычислений, это практически очень дорогой structure-based design он делает, потому что он здесь измеряет свободную энергию, то есть измеряет, изучает свободную энергию с помощью вычислений, он получил чудовищное активное соединение, 55 пикамолей, не наномолей, а пикамолей, насколько оно полезно, я не знаю, но это пример того, как бы мы сделали оптимизацию лидом. Следующий пример, это же мой пример, тоже связан с оптимизацией, когда я пришел в Pfizer 15 лет назад, это был первый проект, на котором я работал, это воспаление был, это киназа, Пи-38, и мы опубликовали несколько статей на эту тему, во всех наших статьях обычно мы не рассказываем, не можем сказать всю историю, но история очень интересная с этой киназой, и частью была рассказана, потому что, когда я пришел в проект, были уже конкуренты, у которых были какие-то активные соединения, они были опубликованы, а у нас уже было соединение, которое здесь представлено, вы видите, вот это, и, я извиняюсь, не эту кнопку нажал, вот, оно слабо активно, 1,46 микромолей, оно довольно большое, и с помощью оптимизации мы пришли к лиду, который вот здесь показан, этот лид-5 наномоле и триазол, и для этого было сделано следующее, во-первых, это киназа, вы знаете, как киназа, если вы знаете из биологии, киназа стоит из такого хорошего пакета, куда связывается этот легант, этот пакет находится между домейнами N-концевой и C или S-концевой, я не знаю, как вы говорите по-русски, по-английски будет C-концевой домейн, который связан короткой петлей, по-английски она называется hinge, и эта петля, она здесь представлена, она обычно имеет водородную связь с этим легантом, и обычно это донор-акцептор связь, то есть легант должен иметь донор-акцептор признаки при себе, чтобы иметь эту водородную связь. Что мы заметили, что леганты, с которыми мы работали, и те, которые вопликованы, многие из них имеют только акцепторные свойства, значит, означает, что где же донор, и они, в общем-то, активны. Идея, которая у нас возникла, что и вот наш легант, который я вам говорил, бензо-имидазол, который я вам показал, вот этот вот легант, да, он тоже имеет только акцептор, нету донора, и это тоже был акцептор, как вы видите, в результате. И мы подумали, что что-то происходит с хинджем, может быть, там появляется, вместо того, чтобы смотреть внутри активного центра донор-акцептор с этого петли, смотрят два донора. У нас была такая гипотеза, это никогда не случалось до этого, и мы начали искать молекулы с помощью леган-баздизайн, у нас не было структуры в этот момент, которые имели бы два акцептора, и которые бы были меньше, чем вот это соединение, которое у нас было, бензо-имидазолон, вот это, которое я вам показал здесь, оно слишком показалось нам крупным, и мы хотели его заместить. Значит, это был довольно интенсивный леган-баздраг-дизайн, часть которого только упрощенная, была опубликована, и которую я вам сейчас расскажу. Значит, вот эта часть, например, эти всякие замещения, которые были использованы, вы видите, что вот эта вот молекула, где только перидин был, это наш конкурент был, я уже не помню, кто это был, это был так давно, которая была тоже не очень активна, 1,5 микромоля, но с помощью леган-баздраг-дизайн мы получили вот это соединение, которое было уже 5-триазолоперидин, которое было 5 наномоль, которое было очень-очень активно, и к этому времени мы получили структуру Питритс-8, которая подтвердила нашу гипотезу. Мы ее, не помню, опубликовали или нет, потом люди другие, может, опубликовали Питритс-8, что хинж действительно переворачивается, глиссин, или глиссин мы по-английски говорим, переворачивается так, что два донора смотрят внутрь, это очень удивительный результат, и поэтому два акцептора на леганде использовали водородную связь с этими донорами, и мы назвали что-то нетипичное ингибитор хиткеназа, потому что это очень хорошо, мы можем конкурировать, получается, селективность в отношении к другим киназам, селективность к киназам или к другим, другого типа белкам является основной задачей тоже, как правило, в разработке лекарства, и это большая проблема для киназ, потому что они во многом похожи. Я, на самом деле, не знаю, были ли открыты другие киназы, которые имеют такую же ситуацию, когда глиссин переворачивается, но в то время, когда я работал в Дискавери, таких больше киназов не было открыто, может быть, еще больше таких открыто сейчас уже. Это очень такой волнительно интересный проект, мы опубликовали несколько статей на эту тему, но вот это старая работа. Давайте посмотрим теперь оптимизацию ЛИДа. Значит, для ЛИДа нам нужно улучшить, как говорится, drug-likeness, чтобы лекарство было больше похоже на лекарство, молекула была похожа на лекарство, и это связано с одними свойствами. И все это зависит еще раз от пути администрации лекарства. Если это лекарство идет в вену, то это одна история, мы не должны заботиться о поглощении, например, потому что лекарство уже в крови. Если это лекарство идет, мы и орально принимаем, то, конечно, у нас гораздо больше проблем, но зато никаких уколов делалось, это гораздо более привлекательно для пациента, и поэтому, конечно, мы хотим получить, прежде всего, лекарство, которое будет приниматься орально, нежели, чем укол вену. Но в любом случае, значит, какие методы используются? Те же самые, ничего нового нет. LBDD, SBDD, опять те же комитетные лайбрии, библиотеки мы строим, и мы строим локальные администрации с помощью кюстера моделей. Я покажу один пример тоже из моей... У нас несколько публикаций на эту тему, но из моей жизни и моей истории. Это ядерный рецептор, глукокортикоид рецептор, ядерный рецептор. И был проект, когда мы разрабатывали, и он, по-моему, еще даже живой проект, другие только соединения, раздобавляли ингибитор для этого рецептора, ядерного рецептора. И когда на какой-то стадии у нас было довольно активное соединение, вот это вот, этот тип соединения, который показан здесь, вы имеете в виду стероид, но он действовал довольно стероидного типа, действовал довольно интересно, без дополнительных побочных эффектов, и поэтому он назывался dissociated, разделенный глукокортикоид рецептогонист, то есть он как бы разделял побочные эффекты от хороших эффектов. И мы хотим, может быть, он еще до сих пор живой, я не знаю, продолжить развитие такого направления. Но в данном случае, что происходило здесь? Нам нужно было оптимизировать эту молекулу, потому что мы имели все основания считать, что существует такая опасность реактивного метаболизма, то есть лекарства, которые, это интересная проблема, потому что лекарство может по себе, молекула, не токсична, но когда она метаболируется, появляется другая молекула, которая является токсичной. Это, об этом надо всегда помнить, и это называется реактивный метаболизм, то есть после того, как изменилась молекула, молекула, она становится токсичной. И в данном случае опасность была связана вот с этими группами, алил и вот здесь группа, тоже пропинил на этих позициях, которые могли быть и наверняка подвергаются окислительному метаболизму, который является реактивным для этой молекулы. И мы хотели проверить, какие группы могут заменить вот эти позиции и поиграть с растворимостью. Как вы понимаете, эти лекарства слабо растворимы. Они, ну, в общем, они, стероиды, слабо растворимы. И мы хотели поиграть с замещением, чтобы увеличить растворимость лекарства. Не было, мы не знали, не было у нас, это тоже очень интересная история, у нас не было никакой структуры до данного момента. И я построил гомологическую модель на основе всевозможных других ядерных рецепторов. И самая высокая идентичность была по прогестерону, эти 53%, довольно высоко. Тоже был эстроген, эндроген, были довольно хорошие. Но эстроген был не очень хорошая идентичность, андроген неплохая была. Но я использовал мишень как прогестерон, не мишень, а шаблон для того, чтобы построить модель. Модель была построена, и вы видите картинку этой модели, упрощенную картинку. История заключается в том, что она интересная, что я использовал эту модель для докинга, очень интенсивно. Мы получили какие-то результаты, а потом перед самым публикацией модель была опубликована. То есть не модель, а публикация этой работы. Была опубликована структура. Причем она была опубликована, была не в смысле структуры, было неизвестно, были опубликованы координаты. Это было интересно в каком-то журнале хорошем. Мы взяли эти координаты вручную и восстановили экспериментальные данные. И оказалось, что моя гемологическая модель была очень-очень близка к настоящей структуре. И мы сделали заметку об этом в статье в последнюю минуту, то, что была опубликована структура, и она практически совпадает с гемологической моделью. Какие-то примеры статьи, например, вот эти замещения давали очень хорошую активность и хорошие свойства. Замещение вот на этой группе, замещение на... Здесь был водород просто, здесь можно было OH поставить, кидроксильную группу. И очень много было сделано докинга и очень много измерений. Я вам покажу структурку из статьи, как докинг производился вот для этой молекулы. Вот здесь кидроксильную группу мы ставили отдельную. Она улучшала растворимость, она давала водородные связи, давала активность улучшенную. И в итоге мы заместили вот здесь вот алилов этилом. Это была очень хорошая идея. Вот здесь мы заместили, мы получили бензильное кольцо или какие-то другие группы. И мы поставили сюда гидроксил, который улучшил свойства растворимости и активность. И это была хорошая работа, все было замечательно, но эта работа продолжается. Я думаю, что или продолжилась, или умерла, я не знаю, по другим причинам. Я уже не следил за ней. Но вот эта вот история с гомологическим моделью была очень... Все были взволнованы, что получилось так хорошо. И химики ходили, неужели так хорошо можно сделать? Но в данном случае да, потому что ядерные рецепторы, геназы, многие из них довольно консервативны, и можно легко построить модели, которые реалистично представляют реальную структуру. Значит, следующая тематика уже кандидата. Мы выбираем кандидата для клинических испытаний. Обычно берутся несколько молекул, не идет ни одна молекула, и вот происходит такое многопараметрическое решение на основе всевозможных показателей этого соединения, какой из них пойдет, выберется для клинических испытаний, какой из них будет как бы запасным соединением. Обычно мы стараемся запасное соединение тоже выбрать для клинических испытаний. И дальше идут уже испытания. Для этого существуют очень жесткие требования, которым надо удовлетворять, чтобы выбрать вот этот кандидат. И, кстати, одно из требований, которое будет соответствовать тому, что я буду говорить в следующей лекции, должно соответствовать, чтобы это лекарство было хорошо использовано для разработки, уже в разработке. И одно из требований такое, что это лекарство должно быть кристаллическим. То есть мы должны найти кристаллическую форму лекарства уже в дискавере. И если это не происходит, если мы не находим, то это, в общем, большая проблема. Мы должны понять, почему это так происходит. И если мы ничего сделать не можем, то тогда уже другие решения решаются. Но обычно это надо объяснить, почему не можем найти кристаллическую форму. Это очень важно. И тоже с растворимостью связано. Мы должны найти лекарство, которое хорошо растворяется в воде. Значит, ну, нехорошо – это значит достаточно хорошо, необязательно. Это общее слово, но достаточно для данной тематики. Значит, ну вот я закончил с этой частью лекции. Вы видите, она прошла довольно быстро. А я вам показал реальные проблемы, примеры, что делалось. Я не смог вам показать, к сожалению, живую демонстрацию, как программа работает для докинга и для поиска информации. Но вот с дискавери я сейчас закончил. Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте сейчас. У вас есть возможность спросить все, что касается дискавери. Можно и позже, конечно, но сейчас, как бы, само время. Потому что потом мы переходим на драг-девелопмент. Есть вопросы какие-нибудь? Похоже, нет. Опять-таки, я ожидаю, что эти слайды будут вам оставлены почти все. Я не ожидаю, что вы будете все знать в полной мере, потому что информация легкая, но она большая. Это очень много информации. Это хорошо просто для расширения кургазора, чтобы вы понимали, что происходит, как происходит, как работает фармацевтика и как работает computational chemistry фармацевтики. Но, в принципе, это очень важная информация, если вы хотите знать, как в настоящее время большие фармацевтические компании оперируют и что там делается на таких передних фронтах науки. Вот про это разговор. Ну, давайте теперь поговорим, если так, мы, может, пораньше сегодня кончим, как я сказал уже, мы поговорим про вторую стадию, это разработка лекарства. И если первая стадия, про которую drug discovery, история выщитительной химии, там уже насчитывая 30 лет, и она очень известна, и все проекты хотят и работают с выщитительными химиками, и мы на расхват там, то в drug development, когда я пришел, этого не было, потому что культура там, computation chemistry отсутствовала, или она была однобока, скажем так. Но, тем не менее, когда я работал в drug discovery, ко мне приходили много химиков из drug development и просили помочь сделать то, сё, третье, десятое. И я там как бы зарекомендовал себя, обычно это были расчеты, которые связаны с конформациями, либо с квантовой химией, и я был один из немногих, кто мог делать квантовую химию в drug discovery в тот момент, и поэтому они ко мне подходили. Но часть истории я расскажу вот сейчас вам, которые были сделаны, когда я был в drug discovery, вот, но в итоге меня пригласили туда, в drug development, и я начал работать как обычный химик в drug development, где я сейчас нахожусь, но в то же время я работаю с drug discovery, тоже помогаю им в разных проектах, где я могу помочь. То есть у нас большое сообщество, которое с друг другом, компьютерное сообщество, которое с друг другом общается до сих пор. Но когда я пришёл в drug development, я сразу понял, что культура, вычисленный химик там отсутствует, и большое время потратил на то, чтобы её привить людям. Значит, сейчас это изменилось, и всё больше людей хотят сделать вычисления, я вам покажу примеры, какие им сейчас доступны, что я им создал для, что им нужно, что я создал для их применения. Но что я хотел сказать тоже, что у меня была какая-то идея, которую я потерял уже. Ну, в общем, короче говоря, это очень интересно. Сейчас волнительное время там, потому что мы переживаем этот бум компьютерный в drug development, который я пропустил в drug discovery, потому что я работал в академии в это время. А сейчас я могу пережить этот бум и быть участником этого бума в drug development и, собственно, творить там. Это очень волнительно. Но это другая тематика. Сейчас я вам расскажу про это. Это немножко будет много информации. Ничего сложного не будет, но будьте готовы к тому, что будет много информации. Новых методов не будет. Будут методы, которые похожи на то, что мы делаем. Значит, про что я говорю? Я буду рассказывать про, опять-таки, этапы drug development, про какие линии мы имеем, то есть я имею в виду, какие отделы мы имеем, что делается там. И дальше ландшафт каждого из отделов. Отделы эти существуют в каждой компании. Они, может, чуть-чуть по-другому называются, по-другому, но они существуют в каждой компании. Значит, когда мы говорим про классические, когда люди говорят про development, они говорят про клинические испытания. И правильно, мы рисуем вот эту цепочку, фаза 1, фаза 2, фаза 3, а потом мы подаем на оправдание лекарства. В Америке это FDA, например, в Европе это EMA, Европейское медицинское агентство. Но на самом деле это не совсем так, потому что для клинических испытаний готовится очень много работы, которые производятся вот этими отделами, про которые я буду рассказывать. Это настоящие отделы, которые делают очень много науки и очень много чего делают. И я про это расскажу. Клинические испытания – это просто уже самый финальный процесс того, что мы делаем с лекарством. Значит, что такое клинические испытания? Тем не менее, стандартно, первая фаза клинических испытаний, она идет на пересенье Discovery уже. Она используется, когда соединяется в Discovery, в конце Discovery, это где-то 20-100, как правило, здоровых людей. Это называется First In-Man Study, это In-Human вообще, это F-I-H Study, изучение. То есть, впервые в человеке, после животных, когда проверили безопасность, мы идем к людям. И это обычно связано с безопасностью лекарства. Мы изучаем безопасность лекарства. Это от 20 до 100 человек. И безопасность номер один – safety. Второе испытание, вторая фаза имеет несколько подразделений, но в среднем это, то есть, фаза A и 2B, где-то 100-500 человек, уже не обязательно здоровых. И основной фокус этого изучения заключается найти эффекте, насколько эффективно это соединение. И опять-таки, дополнительная безопасность. И безопасность на каждой стадии продолжает изучаться. И тоже побочные эффекты тоже. И очень важно найти дозы. Дозы лекарства всегда связаны с дозой. Какая доза лекарства должна поменяться, чтобы получить эффективность, и чтобы оно не было токсичной. Чем больше дозы, тем больше токсичность. Токсичность связана не обязательно с тем, что человек отравляется, но оно слишком сильное – это уже токсичность. Понимаете, сильное действие лекарства – это токсичность тоже. Значит, это вторая стадия. И третья, самая последняя, самая полная и самая дорогая стадия, включает уже от 1000 до 5000 людей обычно. И если это лекарство прошло, эту стадию успешно, то это большой шанс, потому что лекарство будет оправдано в ДЛМА. Но опять-таки это будет продолжение изучения всего того же, и это и безопасность, и побочные эффекты, и просто лекарство уже находится на финальном испытании. Обычно это делается в одной стране или в нескольких странах, в России много таких испытаний тоже, в том числе. И, как правило, лекарство может умереть на фазе 2 и фазе 3. Вот эти два основных этапа, когда лекарство реже, оно умирает на фазе 1. И потом подается аппликация на новое лекарство и так далее, и так далее. Но, как я сказал уже, это все верхушка, то, что люди знают про испытания. А на самом деле, все это делается вот этими отделами. Вся работа делается этими отделами, которые поставляют это лекарство. И которые готовятся с самого начала, это отделы drug development, которые готовятся к тому, что мы будем подавать это лекарство на коммерческое оправдание. То есть мы должны быть готовы, и уже все сделано для того, чтобы лекарство, если проходит, оно уже готово сразу идти на коммерческое оправдание. И эти отделы, как правило, они, может, называются по-другому. Один отдел – это химия процессов, это один из самых серьезных отделов. Второй отдел – формуляция или дизайн продукта. И третий отдел – это аналитическое research and development, то есть это аналитическая химия. И я про них сейчас вам расскажу, а потом расскажу, какие происходят там вычисления и так далее. Ну, первый отдел – процессовная химия, наверное, один из самых больших отделов. И сейчас я вот в нем нахожусь, я работаю в нем. И они принимают реакции, которые делают медицинские химики. Медицинские химики, конечно, очень популярны. Вообще медицинская химия – очень популярна наука в Америке. И я бы хотел, чтобы она была создана здесь, как наука в России. Я не знаю, почему бы и нет, потому что это очень популярная наука. Но в данном случае она отличается от процессовной химии, потому что они делают небольшие количества. Они делают не обязательно это, медицинские химики, не обязательно достаточно безопасно, потому что лекарство проверяется, как правило, на животных, не на людях. И там много возможных допусков, которые на людях уже делать нельзя. И поэтому, когда приходит этот путь производства лекарства в процессовную химию, они все пересматривают и делают тот путь, который более дешевый, это одна из самых задач, более дешевый, более безопасный и более воспроизводимый для того, чтобы это лекарство попало потом в коммерческие испытания и вообще в клинические испытания для начала тоже. И, собственно, все это здесь написано. Высокого качества должно быть все очень чистое, все должно быть очень-очень чистое, частота очень важна. Они работают с тем, чтобы получить пути, которые были бы легко передать в manufacturing, разработку уже на производстве, и они также работают, эти химики, работают коллаборацией со всякими компаниями, вендорами, то есть все это идет оттуда с этим процессом. Это очень, я бы сказал слово, это чистые химики, которые только химией думают, больше ничего. Больше, чем медицинские химики. Медицинские химики довольно широко мыслят, а эти химики мыслят довольно чисто в химии, в органической химии. Значит, ну, это третья картинка, которую я украл с Файзера. Вот это вот как раз процесс химик, который он должен и поставлять, и все с регуляторными органами разговаривать, он должен разговаривать и с manufacturing, передавать им свою технологию, он должен продавать материал для клинических испытаний, и все это его задача. Все это департамент, очень мощный департамент, и у него больше всего народа может сидеть. Я с ними работаю сейчас. Значит, ну, вот эта вот картинка просто показывает, какой-то вот они разрабатывают какой-то химический процесс для того, чтобы синтезировать лекарства. В данном случае это лекарство Айбупруфен, конечно, просто это пример, ничего из такого нету секретного. А это, все это переводится потом, вот эта задача, про которую мы вчера упомянули, шкалирование. То есть большая проблема, когда в лаборатории мы производим лекарства или делаем что-то, и то же самое касается любой химии, потом это перевести на большой масштаб, то оказывается, что не воспроизводится. Многие свойства не производятся, реакции не производятся, выход не воспроизводятся, все не воспроизводится. И вот это надо сделать. Надо сделать так, чтобы вот это масштабирование было воспроизводимым, И это большая задача, которой занимается этот отдел. Значит, следующий отдел, то, что я назвал дизайн продукта, то есть нужно сделать продукт. Продукт – это таблетка, нужно сделать эту таблетку, это отдельная проблема. То есть надо, одно дело, вы имеете молекулу, которая активна, она активно ее измерили, например, в Discovery, и она оказалась эффективна, она действует на животных. А второе – сделать такую таблетку в такой форме, которая бы соответствовала всем свойствам, которые необходимы для хранения, для долгого хранения, для того, чтобы таблетка была стабильна и все такое прочее, химически, физически. И какую лучше формулировку выбрать этой таблетки – это твердое тело, это порошок, там или что угодно – это вот этим занимается как раз этот отдел. Но кроме этого, в нашем случае, в Pfizer, мы к этому же отделу относим два еще дополнительных подотдела. Один называется Research Formulation, то есть формулировка для Discovery, то есть это на грани между Discovery и Development. Они помогают сделать формуляцию лекарства, такое, чтобы Discovery смогли его быстро использовать для фармакинетических и фармодинамических изучений. И второй отдел, который тоже очень близко связан с Discovery, идет до самого конца, до подачи в агентство – это биофармацевтический отдел, который изучает дозы, какую эффективность и все остальное лекарство, как оно проходит через тело и как оно работает. Это, мы называем это, биофармацевтический отдел, биофармацевтический отдел, биофармацевтический отдел. И тоже часть, это очень серьезная часть этого отдела, я буду об этом много говорить, я очень много с этим работал, это выбор коммерческой твердой формы. Как правило, 70% лекарства – твердые тела, и нужно выбрать твердое тело, которое нам нужно. Я вам это объясню попозже, более детально. И, конечно, сам процесс manufacturing, как вы делаете порошок, как все это сделать, это как его спрессовать, насколько он однообразный и многие другие вещи, которые мы забываем, когда мы используем лекарства. Это требует очень много изучений, и вот этим занимается тоже этот же отдел. Значит, последний отдел – это аналитический research and development, но они, опять-таки, вы слышите из названия research, значит, они работают с discovery и development, они продолжают работать с development. Это стабильность. Они думают, прежде всего, о химической и… о химической, больше, чем о физической. Если бы предыдущий отдел думал о физической стабильности, физическая стабильность, значит, какая форма будет стабильной. Если вы выбрали какую-то форму, и она должна с такой вот формы, там, твердая форма, например, она должна оставаться такой, стабильной, не меняться, то здесь химическая стабильность. Насколько лекарства не деградируют, скажем так, при хранении и при каких-то условиях хранения. И они находят аналитические методы, которые позволяют валидировать технологию производства лекарств и стабильности, когда подается на… ну, лекарства в FDA, например. Они изучают химию деградации и какие получаются примеси от этого и так далее, и так далее. То есть это довольно сложное изучение, довольно емкое. То есть все это нужно для того, чтобы потом подать лекарства на оправдание и понять, как его производить. И это большая-большая группа тоже. И, конечно, она использует аналитические методы, как вы понимаете. Поэтому название такое аналитическое research and development. Значит, теперь о методах. Я сказал, что их не будет, но это то же самое, что мы вчера говорили, по сути дела. Те же методы. Вы можете использовать квантовую химию, вы можете использовать мультиарные подходы, вы можете использовать мезоподходы, то есть на большие частицы вместо молекул. И еще даже, еще больший балк модели – это когда вы можете вообще кристаллы считать или жидкости считать. И это очень похоже на ту картинку, которую я вам показывал для Discovery. По сути дела это то же самое. Это то же самое, что и там, просто это по-другому, может быть, где-то называется. Но суть та же самая. Значит, давайте говорить про первый отдел – процессорная химия, где я сейчас работаю. И поговорим про вычислительную химию, ландшафт вычислительной химии в этом отделе. Он развивается и сейчас, он очень интересный. Значит, вот картинка, которую мы используем в Pfizer. И я ее просто взял. Ну, грубо говоря, точечное вычисление только. Мы берем двухмерную структуру. Все химики любят использовать ChemDraw. Все они думают, как ChemDraw рисуют. И мы берем эту структуру API. API называется само лекарство. API – это активный фармацевтический ингредиент. Вот это лекарство. Потому что сама таблетка, которую вы принимаете, имеет не только API. Там много добавок, там много чего. Но это вот активная молекула. То, что нашли в Discovery. Поэтому так называется. Вот мы ее должны синтезировать в хорошем количестве, в большом количестве и воспроизводимой. Все, что я говорил про этот отдел, вот все это относится к этому синтезу. Но первым, что делается, это, как я уже сказал, берется лекарство из Discovery, медицинские химики, пересматривается. Как правило, все переделывается. И для того, чтобы переделать, нужно использовать какие-то методы, вот в данном случае вычислительные методы, которые позволят найти лучший путь синтеза лекарства. И что мы используем? Химики используют. Я даже это сам не делаю. Для этого существуют программы, которые они выбирают. И используют так называемый ретроспективный анализ. То есть берется само API, то есть уже конечное лекарство, и оно разбивается по... Это используются данные из публикации, данные из патентов по разным реакциям, которые были уже зарегистрированы, были проведены. И разбиваются разные пути синтеза лекарства к реагентам, к начальным реагентам. И разные пути рассматриваются, обсуждаются, какой из них более дорогой, с каким они работали прежде, какой-то они любят, какой-то нет. Но вот этот расчетный путь позволяет им принять решение. И это очень красивая программа, красивый путь. И мне очень нравится, хотя я сам это не использую. Они используют этот метод. Значит, следующее, когда мы взяли, выбрали уже этот путь реакции, мы должны продемонстрировать синтетический путь. То есть мы должны в лаборатории показать, что это работает. Это пока только лаборатория, да? И здесь уже мои методы будут использованы, чтобы это показать. Я слегка их перечислил. Я больше о них буду говорить на следующих слайдах. Но в любом случае это методы, которые химики могут сделать сами. В большинстве случаев. Идея была в том, чтобы разработать методы, которые химики могут использовать сами. Для того, чтобы показать, что реакция может пройти или не может пройти, или какая может быть селективность, радиоселективность и так далее. Следующим этапом надо идти показать масштаби, насколько эта реакция может масштабироваться. Для этого у нас есть пилотные лаборатории. То есть маленькие заводики, прежде чем идти в большой завод. И здесь используются другие вычисленные химики, методы, как правило, которые всегда были, кстати, и очень хорошо развивались. И про которые многие люди не знают. В моем сообществе вычисленных химиков они не знают. Дискавери, я это знаю больше, гораздо больше, и некоторые из них используют. Это методы химической инженерии. Химическая инженерия, chemical engineers, это очень продвинутая область, и там есть свои вычисленные методы, которые могут помочь масштабированию производства. Ну, эти методы позволяют дистилляцию, экстракцию, фильтрацию рассчитать на больших масштабах, очистку, реакторы считаются. Вот у нас был в России, когда я учился, я знаю, у нас назывался этот отдел процесса аппарата. Там он называется химический инженеринг. Он гораздо более емкий, чем было то, что когда я был в Советском Союзе учился. Не знаю, как это сейчас называется здесь. Но кристаллизация тоже относится к этому процессу. Нужно кристаллизировать, кристаллизацию производить в большом масштабе, воспроизводимым. И здесь существуют всякие возможные другие методы, о которых я коротко скажу позже. Ну, а потом технология уже переводится в мануфэкчеринг. Значит, кристаллизация – отдельная история, потому что у нас есть лаборатория, которая занимается коммерческой кристаллизацией. Это очень сложный процесс. Для этого тоже существуют всевозможные методы расчета. Часть из них я показал здесь. Они связаны с расчетом пикеи, растворимости и другие методы, по которым я пройдусь чуть попозже. Агломерация кристаллов, например, морфология. Очистка и так далее. И здесь тоже используются всякие другие методы химических инженеров, про которые я сейчас рассказывать не буду. Но здесь много всяких вычисленных методов, которые точно используются. Всегда используются. Значит, теперь я показываю модели, которые я разработал для департмента. Один к одному, то, что сейчас есть. Я представлял на разных конференциях. Значит, они меняются. Я их меняю, даже имена меняются. Но вы не увидите их, к сожалению. Но я перечислю кое-что. Значит, часть моделей, они относятся к химическим методам. Часть моделей относят к кристаллизации. Часть к кинетической химии. Но вопросы, которые я пришел сюда, я пытался задать вопросы, которые химики задают. Например, какое индиционное состояние реагентов и продуктов. И для этого существует много моделей различных, в различных растворах. Есть ли реактивность, какие центры реактивны? И возможно ли радио-селективити? Тоже несколько моделей. Опа. Дальше вопрос. Реакция возможна или нет? Тоже несколько моделей. Какая относительная стабильность стереомеров и тотомеров? Таутомеров вы называете, да? Мы говорим, тотомеры. Тоже можно рассчитать в разных растворах. Термонетомическая стабильность, конечно. Какой продукт может быть? Является соединение атропоизомерным. Атропоизомерность, вы знаете, что такое, когда у вас есть очень большой барьер терзионного угла, вращения, то может оказаться, что молекула находится в основном в таком положении, и пересечь на другое положение, он не может через этот барьер. И тогда мы имеем как бы киральность. Киральность, которая наведена из-за чего-то высокого барьера вращения через какие-то связи. И это плохо, потому что тогда получается просто киральная молекула, которая может иметь, одна киральность может иметь активность, а другая нет. И мы даже знать, является ли соединение атропоизомерным или нет. Ну и какая кисельная способность этого лекарства, может быть оно кристаллическим, и какой риск агломерации кристаллов. Но я не буду про все это говорить, я просто хочу сказать, что некоторые модели были разработаны с нуля, некоторые модели использовали какие-то другие предыдущие разработки. Я покажу один пример просто. Для химиков, которые это делают, и для Компетейш-Кемиста, он очень интересный, потому что это пример из публикации, это не Файзер пример, но он очень близок к реальной задаче, которая была у нас. И вот пример, который реальный пример, может быть реальным примером задачи. Вот меня спрашивают, например, или они себя спрашивают, они могут делать расчеты уже сами. А вот в данном случае, я не то нажимаю, как всегда, вы можете вопрос задать с такой, вот эта реакция происходит, да, алкиляция, как она произойдет? Вот два азота, где будет алкилирование? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, какой из этих азотов наиболее легко окисляется, насколько он быстрее станет N-, минус, вместо того, чтобы быть положительным. То есть надо рассчитать ПК. И ПК, который бы рассчитали любой химик, комминтейшнл химик, сразу скажет, ну да, конечно, вот эта позиция 3, она должна быть самая окислительная, самая легкая окисляция. И большинство программ, которые мы имеем в Discovery, скажут то же самое. На самом деле это не так. И вот программа, которую я построил, покажет, что это неправильный ответ. В любой среде, особенно в среде, в которой происходит эта реакция, в данном случае DMF. И алкиляция в основном происходит вот по позиции 1, вот здесь вот. И как это объяснить? Значит, для этого существуют разные программы. Вот я покажу программу, которую я построил, которая позволяет рассчитать относительную свободную энергию отнятия протона. И это квантовая химия. И она показывает, что это на позиции 1 почти 5 килокалорий на моль более легко отнять протон, чем из позиции 3. И поэтому это является активным центром. И здесь можно выбрать разные растворители при этом. Вы можете также считать и отнятие водорода, не только протона. Значит, ну, если брать вторую молекулу, в данном случае, вот реакция акрилонитрил, там удивлений нету. Мы рассчитываем активный центр, опять-таки, в среда, в данном случае, не DMF, а СН, а цитонитрил, которая близка, по сути дела. Мы можем показать, что вот этот атом является наиболее активным, поэтому происходит, наиболее эктрофильным происходит реакция. Это просто пример вам показать, какие методы можно использовать. Это все квантовая химия. И нестандартный ответ, потому что большинство моих коллег и большинство, может быть, химиков скажет, что должна быть реакция по-другому идти. Это очень быстрый расчет. В принципе, здесь ничего я не буду рассказывать, просто расскажу пример, как я использовался в Discovery, когда был, для Development, какие задачи возможны, и как это происходит. Вот эта публикация была произведена давно, в 2006 году. Ко мне подошли, это типичная тоже задача, может быть, типичная задача. Подошли химики и сказали, у нас был такой проект, очень революционный, назывался он Тафасидениб, и мы ждали, что мы сейчас оправдаем его, будет прекрасно, много денег получим и так далее. Но он провалился, провалился так страшно и так быстро, и с большими потерями. Это был большой урок. Но когда ко мне подошли процесс-хемисты, эти процессорные химики, и сказали, помоги мне нам показать, что вот эта циклизация, вот на этом этапе, который здесь показан, происходит именно вот... Стереомер получается вот такой, а не другой должен быть. И цис, а не транс, например. И с помощью вычтительной химии. Идея в том, что им нужно было подавать, они думали, что они будут подавать на оправдание это лекарство, и плюс к экспериментальным определениям с помощью аналитических метров они хотели еще иметь аргумент с помощью вычтительной химии. Это, кстати, наиболее типичный случай, как используются вычтительные химии для того, чтобы подавать документы на оправдание лекарства. То есть это всегда дополнительный аргумент. Дополнительный аргумент, мы никогда не замещаем эксперимент. Но это важно очень для оправдания. И я сделал довольно тяжелые кваномеханические расчеты, мы опубликовали их, показалось, что так и должно быть. Но лекарство провалилось довольно позорно. Позорно, потому что мы праздновали победу раньше времени. Это был большой скандал. Но неважно. Дальше, что интересно, когда я пришел в этот департмент, то там оказалось, что есть другие методы, про которые я даже не знал, которые требуют больших вычислений, и которые называются для синтеза, методы синтеза, которые называются биокатализм, синтез с помощью биокатализа. То есть они используют набор, большую библиотеку энзимов, ферментов, с помощью которых проводят очень чистые, очень быстрые, очень селективные реакции, которые легко-легко шкалируются, и которые идут на ура в индустрии, не только в фазер, очень сложных реакций, которые очень селективны с точки зрения хиральности и так далее. И для этого используется протеиновый инжиниринг. То есть вместо того, что мы в Дискавере берем молекулу для оптимизации, мы док ее, и мы изменяем молекулу, здесь мы изменяем энзим сам. То есть мы делаем мутации энзима для того, чтобы улучшить реакцию. Это довольно тяжелая задача, и используют очень много докинга и очень много протеинжиниринг с помощью вычислений, но это до сих пор нерешенная задача. Тем не менее, есть, существуют публикации. Вот мы опубликаем эту статью на эту тему. И до сих пор люди используют широко, сами химики используют методы, компьютерные методы. Несмотря на то, что они не идеальны, они очень широко используются. Потому что лучше так, чем гадать. И это очень приятно было узнать, что используются эти методы, и я с удовольствием на этой тематике тоже работаю. Опять-таки, не все об этом знают. Из моих коллег. Значит, мы закончили с химией. Давайте перейдем ко второму дебатменту, отделу, который дизайн продукта. Здесь много-много всего. То есть очень много всего. Я тоже в нем работал. Собственно, первый отдел, куда я попал, сюда был. И существует... Я не хочу, чтобы вы все это прочли. Это просто, чтобы вам показать. Одна из публикаций недавних, в 2015 году, которая как раз показывает ландшафт всех возможных вычислительных методов и проблем, которые существуют в этой области. И я не буду про это все говорить, но потом вы увидите слайды, вы можете всегда посмотреть на них. И здесь методы расчета, и все-все проблемы. Их так много. И там очень много чего можно сделать и делается. Я пройдусь по некоторым только моментам. Это просто для вашего как бы референс. Это слайд. Ну, давайте поговорим про биоформацию. Как мы здесь работаем. У нас есть программы. Люди используют программы коммерческие для расчетов. Одна программа G-Coise называется, вторая – GastroPlus. Они очень известны. Они позволяют выбрать дозу и понять, какая будет эффективность лекарства, как оно будет действовать в организме. Это продвинутые программы. Вот картинка из одной программы, G-Coise, как это работает. То есть, в принципе, вы можете выбрать, вы используете какие-то экспериментальные данные, и какие-то параметры вы просто оцените риск, меняя их, как они изменяются, что получится, если вы измените параметр, например. Это механическая модель, которая использует физико-химические свойства, а также фундаментальную физику, химию и физиологию. Очень продвинутая программа, и, опять-таки, вы можете изменить размеры частиц, дозы изменить, растворимость изменить, изменить твердую форму и показать, какой будет эффект на, например, поглощение здесь, на поглощение этого лекарства и на другие свойства, которые относятся к биоформатевтике. И это используется очень широко, очень широко. Опять-таки, я не на ту кнопку нажал. Ну, в данном случае, например, это просто пример, который показывает, какой будет эффект принятия лекарства на голодный желудок или на голодный желудок. Это можно рассчитать. В данном случае гастропласт был использован, и показано, что эффект будет незначительный, но при этом время, максимальная доза будет меняться. При этом изменится доза, но это не является критическим, поэтому эффект не должен быть важным. И это конкретно какой-то проект был, и я просто украл эту картинку без названия проекта. И такие выводы делаются, например. Дальше, если мы говорим про research formulation, то есть это та формуляция, которая на стыке с discovery, то один пример можно показать, моя модель сайклодекстрина. Там проблема возникает, например, с растворимостью. У нас нет растворимости высокой, но мы хотим измерить эффект лекарства, потом заняться уже растворимостью в девайлокмент более серьезно. И один из вариантов, который редко используется, но используется в коммерческой форме, это сайклодекстрины. Сайклодекстрины – это такие олигомеры, довольно большие бета-сайклодексины в данном случае показаны, которые внутри, он практически зелененький, значит, он хадрофобный внутри, а снаружи он довольно хадрофильный. То есть он растворим за счет того, что снаружи он любит воду, а снутри он не любит воду. И лекарство, которое не растворяется, молекула, например, является хадрофобной, она отталкивает воду, то она любит поселиться внутри, частью хотя бы поселиться внутри, и залезть в эту пору, там остаться, и таким образом сайклодекстрин растворяет молекулу. Ну, для того, чтобы понять, как это растворяется, построены были модели, для двух типов бета-сайклодекстрин, которые используются в фазере. Ну, это константа связывания молекул с сайклодекстрином. Это две разные модели. Особенно интересен вот этот сайклодексин, с альфа-бута, Sb, так называемый бета-сайклодексин, потом он имеет меньше побочных эффектов. И данные, которые мы собрали, они были опубликованы, не было экспериментальных данных, известно. И мы работали с моим коллегой, тоже с Россией, Алексеем Мерзликиным, и была очень хорошая коллаборация. Он собирал данные экспериментальные, я строил модели, и было очень здорово это все сделать. И эта модель до сих пор используется. Значит, теперь дальше выбор твердого тела. Значит, вот книжка в этом году, моя была опубликована, которая все, я редактор этой книжки, «Вычислительная фармацевтическая химия твердого тела», которая про все это разговаривает с точки зрения вычислений. И все проблемы там рассмотрены. Я только сейчас буду говорить о части только этих проблем. Но это довольно серьезные моменты. Ну, во-первых, твердое тело. Твердое тело, когда мы выбираем твердое тело, ландшафт твердого тела очень разнообразен. Во-первых, мы имеем кристалл. Это зависит от того, насколько дальняя упорядочность существует в молекуле. Если мы имеем идеальную упорядочность во всех направлениях, мы имеем кристалл. Если мы имеем упорядочность только в двух или в одном направлении, мы имеем жидкий кристалл. И, наконец, когда нет никакого дальнего порядка, то мы имеем аморфное тело. Аморфное тело, как правило, более растворимо, и это хорошо, но оно менее стабильное с точки зрения и физической стабильности, оно часто кристаллизуется со временем, а второе, оно точно менее стабильное с точки зрения химической стабильности. То есть, на самом деле, мы, как правило, не хотим иметь аморфное тело. Мы, как правило, хотим иметь кристаллическое тело. И поэтому оно более стабильное, и его легко производить. И поэтому мы пытаемся работать с кристаллическими соединениями. Оно может быть монокомпонентное и многокомпонентное. Да, вот если это монокомпонентное, это одно соединение, которое, как правило, первым делом испытывается, но если мы не получаем кристаллизацию монокомпонентное, мы пытаемся использовать многокомпонентное. Это одна из задач многокомпонентного соединения. А вторая улучшить свойства, например, растворимость. И для этого существуют соли и кокристаллы. Также могут появиться салвейты или гидраты. Вот это все надо знать, и все они могут иметь полиморфы. То есть, разный порядок кристаллической структуры, что является большой проблемой тоже. Все это надо изучить. Вот эта картинка просто показывает, что это такое. Это аморфное тело, это полиморфы, разные упорядочения того же молекула. Это гидраты, то же самое с салвейтами. У вас встраивается какая-то молекула воды или растворителя. Это соли, где у нас второй компонент и API, они сами ионизованы. Там обязательно заряд существует, ионное взаимодействие. А это кокристаллы. То же самое, что с соль, только не происходит ионизация, то есть не происходит перенос протона. Но и соли, и кокристаллы улучшают растворимость. И это очень хорошее свойство этих соединений. Значит, это просто информация для вас, что любая форма, которую мы выберем, влияет сильно на свойства. И это из книжки тоже, из моей, здесь всякие изменения свойств возможны. Я буду говорить только про некоторые сегодня. Я буду говорить про физическую стабильность, как изменяются полиморфы. Я буду говорить про морфологию, какая форма кристаллов. Это очень важно тоже. Я упомяну растворимость, я уже, собственно, упомянул ее. И я буду говорить про химическую стабильность, но не сейчас, а когда я буду говорить про analytical research and development. Ну, это я думаю, что... Это просто перечисляется, когда кристаллизация используется. Она используется очень много, когда мы используем твердое тело. Мы ищем твердое тело уже в discovery, когда мы кристаллизуем соединения. Мы дальше убираем твердое тело на пересечении discovery и development. Когда мы делаем полиморфный скрининг, мы делаем, кстати, полиморфный скрининг. Мы выбираем контр-ионы и другие коформеры, если мы хотим взять многокомпонентный кристалл. Мы изучаем растворимость на этой стадии тоже. Потому что растворимость – это свойство, которое нам нужно контролировать. Когда мы переходим в development, мы делаем кристаллизацию не только API, но и всевозможных промежуточных соединений. И это очень важно тоже, потому что некоторые промежуточные соединения должны быть, они называются, они подвергаются регуляторным исследованиям. Их надо хорошенько реализовать. Мы думаем про тоже очистку, например, про морфологию кристаллов. Мы делаем очень много чего. Мы также крошим кристаллы с помощью милинг для того, чтобы получить какие-то порошки. Это все тоже изучается. И, в конце концов, на стадиям инфекция. То есть это всегда используется, на всех стадиях. Значит, я здесь повторюсь, что основная цель оптимизации с помощью многокомпонентных кристаллов – это сделать их более developability, чтобы они легко в разработке участвовали, и чтобы увеличить биодоступность через растворимость. И вот этот пример из недавней публикации, что как пример, просто для вас как это влияет. Вот если здесь вы имеете лекарство, которое очень слабо растворимо, и вы видите его, что чистая форма, вот она, это растворимость лекарства со временем, да, то вот для этого конкретного лекарства можете использовать соли, например, которые были произведены, и бромин, хлорид, и они очень хорошо растворимы. Но со временем растворимость падает, потому что лекарство может выпасть в осадок. Но то же самое происходит и с кокристаллами, видите, черный кокристалл, оно сильно тоже увеличивает растворимость. И аморфное – самое растворимое, как ты уже говорил, там нет никакого твердого тела больше, там только аморфное, но оно нежелательно с других точек зрения. Вот, пожалуйста, пример того, как улучшается растворимость. Лекарство с помощью формулировки его в многокомпонентном твердом теле. Это вот задача, которой мы сталкиваемся каждый день практически. Значит, это очень такой слайд, в котором очень много информации, это публикация, которая показывает, насколько важен, для вас это просто в общих словах скажу, выбор твердой формы. Если мы выберем… Было много случаев, когда выбирается лекарство, выбирается форма, полиморф, который является стабильным достаточно, и со временем природа выбирает стабильную форму само, оно превращается в более стабильную форму при хранении, например, и лекарство меняет свои свойства кардинально. И оно становится менее растворимым, выпадает в осадок, все изменяется, и лекарство в итоге отзывается. Отзывается с рынка, и либо навсегда, либо на время, и теряется куча-куча денег. Это очень большая проблема, и одна из самых-самых популярных историй – это Аббат-лаборатория, которая изобрели ретеновир, ноурвир лекарства, которое вдруг в 98-м году выпало в осадок, потому что появилась новая форма, форма-2, которую они не обнаружили сразу, и, в общем, они потеряли сотни миллионов долларов на этом. То есть это очень для того, чтобы переделать все. Это очень дорогая ошибка. И мы пытаемся таких ошибок не делать. И для этого используются, в частности, вычислительные методы. Это я показываю из книжки картинку, что наши подходы вычислительные, в принципе, вот в этой области всегда многомасштабны. Мы всегда начинаем с молекулы и кончаем частицей, используя разные методы. И разные шкалы систем. Значит, мы делаем тоже много в этой области, мы делаем много скрининга, виртуального скрининга, но он другой. Я просто для вашего понимания, какие скрининги используются, и это все вычислительные методы, часть из них разработал я, часть будет разработан не мной. Мы должны выбрать растворитель. Это одна из основных задач для разных задач, для разных применений. Для кристаллизации и растворения, для скрининга полиморфа, для очистки твердого тела, для изменения морфологии, то есть формы кристалликов. Мы можем делать скрининг для того, чтобы выбрать коформа для кристаллизации или контр-ион для солей. Мы также можем сделать виртуальный полиморф скрининг с помощью предсказания структуры. Кое-что я вам расскажу из этого. Значит, вот одна из задач. Мы хотим доказать, что форма у нас стабильная. Это относится к слайду, когда я говорил, что форма может быть нестабильной и будет очень дорого. Это моя работа. Это наше реальное лекарство, которое было недавно оправдано. И эта работа использовалась также при подаче на заявки на оправдание, которое я сейчас показываю. Она была опубликована тоже. И это залкори. Это против рака, вы знаете, рака легких, который сейчас на рынке. Очень такое волнительное соединение было для нас, и мы много на нем работали. И в этом соединении мы нашли одну такую форму. Полиморф скрининг показал, что есть одна форма А. Мы назвали А, но форма называется АБВ, и там еще номера даются. Это все интересно. Она одна была, только мы ничего больше не нашли. Но для того, чтобы показать, что ничего не может быть для подачи заявления, например, на оправдание лекарства, мы провели всевозможные расчеты. Один из них – это предсказание кристаллической структуры. И вы видите, это довольно дорогой расчет. Вы видите, каждая точка здесь – это возможная кристаллическая структура. Она рассчитана с мулькарной формы самого соединения. И эти кристаллические структуры, все они здесь, по всей эксе у нас, мы имеем плотность этого соединения, этого кристалла. А здесь энергия, относительная энергия в килограммах. И вот это вот, то, что объединено красненьким, это структура, которой предсказана реальная структура обнаруженная, форма А. И мы показываем здесь, что на самом деле реальная структура намного по энергии ниже, то есть более стабильна, чем любые такие потенциальные структуры. И, собственно, это подсказывает, нам говорит о том, что, собственно, ничего другого мы не должны были обнаружить. И эта работа была опубликована и была представлена на оправдание лекарства в идее. Значит, другой пример. Очень тоже интересный, потому что это из книжки. Такое лекарство, которое мы долго-долго работали, и так и не заботали, называется Сулапеном. Это антибактериальное лекарство, очень активное, страшно-страшно активное, и поэтому токсичное. И поэтому с ним надо было работать конкретно в каких-то специальных лабораториях. И это усложняло все исследования экспериментальные. Мало того, оно нестабильно, и происходил гидролиз, и всевозможные реакции. И поэтому тоже нужно было использовать какие-то лаборатории. И экспериментальные работы были неполные. Мы не имели полных работ. Но мы что-то сделали. И надо было сделать расчеты для того, чтобы показать, что вот ту форму, которую мы нашли, она является стабильной, достаточной. Лекарство-то никуда не пошло в итоге, но работы было очень много сделано. И в частности, вот это лекарство показано. Здесь очень много возможных вращений, здесь, что является проблемой для предсказания структуры. Но, тем не менее, очень большая работа была сделана и опубликована в книжке, как глава. И то же самое история. Мы находим, что экспериментальные формы, она очень хорошо совпадает с теоретически предсказанной. Она по энергии намного ниже, чем все остальные потенциальные формы, что говорит о том, что больше других форм мы и не могли обнаружить. И это вот типичная задача, которую мы решаем. Дальше, это не мои расчеты уже, а это чьи-то интересные расчеты, ну, чьи-то здесь есть публикации. Часть из них сделаны в моей книжке, а часть, следующий слайд покажет отдельные публикации. Что происходит? Мы любим нано-кристаллы. Мы любим сделать кристаллы, вообще нано очень популярные. Я знаю, что в России это очень популярное слово. Это значит очень маленькие. Они, в чем нужны они нано-кристаллы? Они лучше растворяются, да? Их сделать можно растворимы за счет нано-кристаллизации. А растворяются они больше, потому что поверхность больше. Поверхность возрастает. Мы имеем маленькие кристаллики. Поверхность по отношению к балку, то есть к внутреннему форме, увеличивается намного. Но проблема еще заключается в том, что надо не забывать, что в этом случае стабильность может измениться в форме значительно, потому что, как правило, когда мы считаем кристаллы, мы пренебрегаем поверхностью. А здесь она имеет большой вклад. Так вот, можно рассчитать... Это немножко другой слайд. Можно рассчитать, как поменяется стабильность с увеличением размера или с уменьшением размера кристалла. И вот было сделано Кевином Робертсом, показано, насколько изменяется стабильность. В данном случае они использовали ЛДЖ, да. И показали, что она изменяется при таких-то размерах, она переворачивается при меньшее, чем 250, я не помню, это, наверное, количество молекул. Она переворачивается. Другой расчет был сделан вот этим ученым ЗОН, он из Англии. Анвар, точнее, Анвар, он из Англии. Он много публикуется на этом. Они используют микронную динамику для этого. И они показывают с помощью микродинамики, насколько может измениться при температуре 390 градусов, в данном случае Дель Норлюсин, при изменении размеров. Это очень интересная работа, которая показывает, что вот когда мы видим миллимольные размеры, то у нас альфа-форма более стабильна. Как только перекроем к наномольным, бета-форма более стабильна. Это надо всегда помнить, и мы расчет таки не делаем. Это просто для вас, чтобы вы понимали, какие проблемы мы сталкиваемся в этой преформуляции, и что нанокристаллизация не всегда хорошо. Это может быть опасно. Значит, дальше я просто скажу, что я разработал вместе с Cosmologic методы по выбору коформеров для кокристаллизации. И один пример просто вам покажу здесь. Нам нужно выбрать, например, это известное лекарство, в данном случае лекарство, конечно, не файзеровское. Это этроконазол. Оно очень нерастворимо. Очень-очень нерастворимо. Его формуляция настоящая, более аморфная, чем что-либо. И Мёрк в свое время предложил кокристаллизацию, опубликовал в Джаксе статью, и показали, что вот эти вот аминокислоты могут быть использоваться для того, чтобы, не разные кислоты, чтобы использоваться при кокристаллизации с этроконазолом и улучшить растворимость значительно. То есть у них статья показывает, что как аморфное тело. Это, в общем, удивительный процесс. Это просто тест-экзампл, как вот метод, который мы предложили, будет работать вот для правильного выбора этих кокристаллов и коформеров, так называемых кислот. И зеленые, значит, они выбраны как... Как выбираются они с помощью этого метода. Все наверху. И зеленые, значит, экспериментально были показаны как реальные кокристаллы, которые хорошо улучшают растворение. То есть метод 100% предсказал экспериментальные данные. И вот этот метод, который мы предложили, он используется также для выбора растворителя, для того, чтобы либо лишиться растворителя внутри кристаллической структуры, либо, наоборот, сделать кристаллическую структуру с растворителем, для кристаллизации. Но вот, например, пример опубликованный. Наше лекарство, которое я вчера упоминал, эксиденип или инлайта, это противораковое лекарство, которое было тоже недавно оправдано. И оно очень сложное. Оно сложное, потому что в нем так много полиморфов. Во-первых, когда я был в Discovery, ко мне подошли помочь расчеты сделать из Development, и была известна одна форма. Потом, как наиболее стабильная, потом я пришел в Development, и был шум, что появилась другая форма. Потом пришло какое-то время, появилась третья форма. Это очень сложная экспериментальная работа. Но сейчас я не буду говорить про полиморф. Я скажу про другую особенность этого лекарства, что оно создает Salvate, то есть кристаллическую структуру с растворителем, практически со всеми растворителями. То есть любой растворитель, мы много публикаций на эту тему сделали, любой растворитель, вот пара из них здесь находится на слайде, практически формировал кристаллическую структуру с этим растворителем. И нужно выбрать, например, растворитель, который, это был ретроспективный анализ, к сожалению, не во время выбора растворителя, который бы не создавал бы этот, ну, Salvate, форму Salvate. И вот этот расчет показывает, что хептан должен быть таким растворителем. Он действительно единственный растворитель из этого списка, там список большой, там 100 растворителей почти, который не создает кристаллического раствора. И это соответствует действительности. Но это одна из основных задач, с которой мы сталкиваемся при разработке лекарства. Дальше, поехали дальше. И, значит, есть методы, когда нам нужно изменить форму кристаллика. Для чего это нужно? Например, часто кристаллы, грубо говоря, появляются либо они такие кругленькие, балки, да, формы. Это хорошо для производства, потому что они легко, этот порошок легко используются в производстве. Он хорошо, ну, течет, летит, я не знаю, как перейти по-русски, flow, да. А когда у вас кристаллическая структура, кристаллики, иголочки, то они затыкаются везде, в фильтрации их невозможные. Поэтому нам нужно изменять эту морфологию как можно лучше, сделать ее более такой равномерной. И для этого надо использовать... Спасибо большое. Для этого нужно использовать другие, например, растворы для кристаллизации. Тогда морфология может измениться. Есть метод предсказания, как изменится морфология или форма кристаллика, если вы будете кристаллизовать из другого растворителя. Это пример из книжки тоже, из моей, где мы воспроизвели экспериментальные результаты для эббруфена, морфологии кристаллов, в зависимости от того, в какой среде они были кристаллизованы. Значит, теперь переходим к последнему отделу. Мы близки к завершению наших лекций и к вопросам от вас. Это... А нет, еще не совсем так дальше. Еще немножко про этот отдел, про продакт-дизайн, про дизайн продукта. Последняя стадия, которую мы используем, это дизайн порошка, если, или частиц порошка. И для этого используются другие методы. Они очень популярны, страшно популярны в науке и в производстве. Этот метод называется... Это практически мезометод, когда частицы являются теми элементами, которыми оперирует этот метод. Он называется дискретный элементный метод. Это практически, ну, мультирная динамика на основе частиц. Очень продвинутый метод и позволяет многие вещи рассчитать. Я не делаю это расчеты, правда, но мы имеем несколько публикаций на эту тематику. И, например, мы в данном случае рассматривали, как частицы будут заряжаться в фармацевтической порошке в различных блендерах. Когда вращается частица в блендере, то она заряжается, когда она касается стенок этого блендера и когда касается друг друга. Ну, прежде всего, стенок. Зарядка частиц – большая проблема, потому что частицы, которые зарядились, они прилипают ко всему. Они очень тяжело фильтруются и все тяжело с ними делать. И это большая проблема. И здесь были расчеты сделаны, по которым показывали, что мы можем предсказать, какие частицы. Здесь разные материалы были. Теофилин, эбопрофен и целлюлоза. Как они будут заряжаться в зависимости от времени и скорости вращения. И это все можно предсказать. Это была большая работа. Но это как пример того, что можно использовать мезоскейленные методы для расчета частиц. Частичный расчет частиц и свойства частиц – это большая задача, которую решают процесс развития продукта. Значит, теперь переходим к аналитической химии, аналитический research and development, с которой я тоже работаю. Но в которой я не работал, но с которой я работаю. И здесь очень интересные вещи происходят. Во-первых, что такое? Мы занимаемся деградацией. И существуют разные типы деградаций. Одна из статей, вот здесь есть ссылка, она их характеризует как термолитические, окислительные. И фотоэлитические методы. Но среди этих методов гидролиз является самым распространенным. Больше 50% происходит гидролиз при деградации. Конечно, высокая влажность часто является методом проверки стабильности. Стабильность на высокую влажность. Это один из таких больших испытаний для лекарства. Вторая, 20-30% причина деградации – это окисление кислородом, конечно. И это очень тоже может быть большой проблемой. Но фотоэлитические методы вы понимаете от света. И это происходит тоже довольно часто, надо сказать. Но тем не менее, с этим легче бороться. Значит, методы. Вот один из методов, мои расчеты, которые я использовал для химической реакции. То, что я показывал вам вначале для процессорной химии, может использоваться тоже для окислительной способности. Я вам покажу два метода. Вот, например, и они используются, кстати, этим отделом. Вот, например, этот теразепам. И мы знаем, что он окисляется вот на этой позиции из эксперимента. Это экспериментальное определение. И мы должны использовать метод, который я вам до этого показывал. Метод отнятия протона. Можно использовать его как метод отнятия водорода. Потому что здесь происходит то, что водород отнимается с помощью кислорода. И это является продуктом окисления. И вот он показывает, что действительно эта позиция является наиболее уязвимой для окисления. Причем нам, ну, значительно больше, на 2 кг, по-моему, больше, чем более легко окисляется, чем любое другое место. Это очень хороший метод и используется. Широко используется, на самом деле, химиками в этом отделе и в других отделах. Другой метод, кстати, очень интересная история, которую я хочу вам рассказать. Тоже, с которой я связался в Pfizer, когда пришел. Много там хороших историй. Вот одна касается окислительной способности. Когда я был в Discovery, то произошел интересный случай. Было там лекарство, которое... Здесь я назвал его. Я не могу его показать. Он назывался Pfizer Proprietary Ezequilin Dione. Это было лекарство, которое было очень... Это была очень тяжелая биология. Это было Discovery. И так получилось, что активность этого лекарства была сложной измерить. Очень было сложно измерить. Проект был очень тяжелый. Это была воспалительная тематика. И в какой-то момент ко мне подошли химики и сказали, «Вы знаешь, вот ты должен нам помочь, потому что мы не можем понять. Картина взаимодействия между структурой и активностью стала какой-то странной. Мы не можем ничего, никакую картину здесь понять. Все стало как-то очень... Никакого смысла не имеет. И я начал делать расчеты. И в какой-то момент я понял, что это связано с нестабильностью. Возможно, с нестабильностью соединения. И я рассчитал редоксистый потенциал этого соединения и узнал, что оно очень низкий. Это была квантовая химия. И я сказал это химикам, которые смотрели на меня стеклянными глазами, потому что для них это был нежелательный эффект. И оказалось, что в это же время одновременно был сделан эссей в бывшей лаборатории Липинского, который измеряет электрохимическую стабильность этого соединения. И одно из соединений из этой серии было измерено, показалось, что оно нестабильно. И было потом еще подтверждение многое. И оказалось, что с помощью масс-спектра было показано, что соединение распадается в течение пяти дней полностью. Оно исчезает просто, его нет. Это удивительный случай, потому что, в принципе, там происходит контроль качества лекарства соединений каждый раз. Но каким-то образом это было пропущено. Это была причина того, что соединение, которое уже было практически кандидатом, по всем параметрам проходило, оно не пошло дальше. Проект был закрыт в итоге, насколько я знаю. Но соединение, я им сказал так, что это соединение нестабильно. Но, в принципе, что это означает, что надо просто измерять всегда свежее соединение. И вместо того, чтобы измерять соединения, которые хранятся даже после недели, надо свежее измерять. И будет все нормально, потому что я тогда думал, что development, всю эту задачу решить. Но, в принципе, мог бы решить задачу, но это было бы слишком дорого. И вот так началась история с этой моделью. Но потом я создал модель, которая является QSRA. Я вам покажу чуть попозже. Которая использует вот эти электрохимические измерения. Их очень много. Модель, правда, не опубликованная до сих пор, но представлена на конференциях. Как измерить стабильность? В данном случае вот это квантово-механическая модель, которая показывает сортировку стабильности на основе экспериментальных данных, которые мы имеем от Pfizer. И что потенциал относительно палладиоэлектрона, который использовался, если он меньше 600 мкВ, значит, будет нестабильное соединение. Там есть соединения, которые слабо стабильны, а потом стабильны. И если вы посмотрите на эти расчеты, то вы увидите, что вот оранжевое – это как раз те соединения, которые известны антиоксиданты. Вы знаете, что антиоксиданты должны быть нестабильны. Они добавляются к лекарству зачастую и очень часто для того, чтобы на себя взять вот эту проблему нестабильности. И они как раз предсказаны быть стабильными или нестабильные, ну, слабо стабильные или соединения, как и должны быть. Соединение, про которое я говорил, было предсказано нестабильным, сильно нестабильным. И это был такой успех, с одной стороны, и с другой стороны, это был шок для химиков, и не то, чтобы они меня взлюбили за это. Но, тем не менее, вот это вот пример расчета, который, кроме всего прочего, который покажет, что это стабильно или нестабильно, он вам покажет и само напряжение, но и покажет, где находится сама нестабильность. То есть покажет так называемую плотность спины. И покажет, например, для, в данном случае, аскорбиновой кислоты, покажет, что вот нестабильность находится вот где-то вот здесь. Тем не менее, я сказал, что я построил модель QSRA. Это количество соотношения между структурой и свойствами. QSPR, в данном случае, не активностью, а свойствами. Ну, та же самая модель. В данном случае, это бинарная модель. Она не является какой-то прямой, которая подсказывает значение. Она дает вот здесь вот ниже такого значения нестабильно, выше такого значения стабильно. И если вы посмотрите на эту кривую, очень много данных было использовано для построения этой модели. То зеленая значит стабильно, реально стабильно. И предсказан стабильно, потому что вот здесь вот у нас как раз разрыв. А красная все нестабильно. То есть очень хорошо предсказывает, видно по окраске, разделяет стабильность стабильных соединений. Это модель, которая работает. Значит, что еще используется? Кстати, очень хорошие модели, которые используются, которые очень широко используются, современные экспертные системы. Это как бы модели на основе базы данных. И они очень хорошие модели, и они используются, кстати, совместно с моими моделями, которые я вам сейчас рассказал. Но прежде всего используются эти модели, а потом уже мои. Потому что эти модели, это одна из моделей новых совершенно. Публикация вот здесь показана. Она смотрит базу данных. И на основе базы данных, она может быть внешняя база данных, а может быть внутренняя. В большинстве случаев мы можем привлечь свои данные тоже. И смотрит, какие пути деградации для этого лекарства возможны на основе известных уже деградаций. И мало того, она вам скажет, какие наиболее возможны, какие невозможны, какие очень невозможны. Вот видите, здесь они окрашены. И весь такое дерево, как вот этих всех возможных путей, оно разрисовывается и окрашивается согласно вот этой характеристике. Это используется очень широко и на самом деле дальше развивается, потому что люди, все больше и больше данных, идет базу данных. Это просто картинка, показывающая, как она работает. Вообще удивительные совершенно методы. Мне очень нравится, конечно, это все. И мало того, в этой области мы работаем совместно с другими компаниями. Сейчас меняется мир, что многие вещи мы делаем вместе с другими компаниями. Мы делимся данными, делимся знаниями, мы имеем возможность теперь делиться. Вот в этой области мы тоже делимся в смысле стабильности. И вот показывает программа, так примерно работает. Она показывает вот это дерево возможностей и структурки, и все возможные результаты деградации. И опять-таки окрашивает их согласно тому, насколько это возможно, насколько это невозможно. Очень здорово. Очень здорово. Ну, на самом деле, это последний слайд. Значит, я нашел вот картинку недавно в Линк-Энд-Ин, где показано, почему вымерли динозавры. Это вы понимаете, что здесь Ноев Ковчег и два динозавра говорят, что, о, черт, неужели это было сегодня? Они опоздали на Ноев Ковчег, да? И вот то же самое происходит с промышленностью, которая не использует вычислительные методы в современном промышлении. Без вычислительных методов мы никуда дальше не пройдем, мы опоздаем и вымрем. Вот, слава Богу, фармацевтическая проблема, что промышленность не то, что не опоздала, она является лидером, одним из лидеров разработки и применения современных вычислительных методов. И я счастлив тем, что я здесь работаю, там работаю и здесь работаю, и могу творить вот многие вещи. Все это творчество, все это очень интересно, все это очень нужно. И вот я пытался вас убедить. Я знаю, что эта информация очень обширная, что она несложная, но она настолько обширная, что, может быть, тяжело в течение двух дней слушать. У вас будут слайды, у вас будет мой имейл, вы можете всегда спросить вопросы в будущем и можете спросить вопросы сейчас. Точнее, я призываю вас спрашивать вопросы сейчас. И я надеюсь, эти лекции продолжатся в будущем, но это будет зависеть от обстоятельств. Спасибо большое. Какие вопросы дайте мне знать сейчас. Спасибо. Мы закончили намного раньше. Спасибо. Есть вопросы? Да. Да, ну вот мы сейчас тостов заменяем в Discovery по одними свойствам. Мы знаем, например, этот остов характерен тем, что он токсичен, например, токсикофор или там что-то другое. Мы знаем, что этот остов является… Мы про молекулы говорим, да? Что он может там характеризоваться низкой растворимостью или что-то такое. И есть библиотека. У нас есть библиотека фрагментов. Это фрагменты практически. Вот, и мы используем разные библиотеки, и особенно токсикофоры. У нас есть токсикофоры, которые говорят, что вот этот остов может быть токсичным. Кстати, очень большое знание по этому поводу. Зачастую это не подтверждается, потому что он может часто быть токсичным, но в каких-то определенных моментах он может быть токсичным. Если мы хотим это проверить, мы все равно его используем. Но вот, пожалуй, ответ такой я дал. Спасибо большое за вопрос. Какие-нибудь еще вопросы есть? Не стесняйтесь. К сожалению, вот не получилось мне показать вам программку, как это все работает. Конечно, в индустрии мы используем коммерческие программы, которые очень удобно использовать. И вы бы увидели, насколько это легко и красиво. Во-первых, результаты, что мне нравится тоже, то, что результаты компьютерного моделирования обычно очень красивые. Мы имеем такие красивые картинки, которые мы публикуем, но мы также видим эти красивые картинки, когда используем программы. И это очень удобно и здорово использовать. Какие-нибудь еще вопросы, пожалуйста? Вопросов нет? Ну, в общем, тогда спасибо большое. Я надеюсь, эти лекции вам пригодятся в будущем. Опять-таки, я хочу еще раз подчеркнуть. Эта информация, которую я дал, это информация на данный момент. Вот то, что происходит сейчас. Если вы хотите что-то относиться к фармацевтике, вся информация новая, то есть она живая, то, что вы слышите, это все так оно и есть на самом деле. То есть в этом отношении это обзор, который может пригодиться не только с точки зрения вычислительной химии, но и с точки зрения вообще, что происходит в фармацевтической промышленности, какие этапы, как она делается. То есть смотрите на это широко и используйте это во всех нужных вам областях. Хорошо? Спасибо большое. Шлайды будут оставлены вам в виде PDF файла, и я попрошу их распространить. Спасибо. Спасибо.